всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей у нас вот такой вот тут душ из витамара я надеюсь я успею быстренько все вот эти капли убрать с ванной, чтобы меня нечаянно не убили мои домашние думаю они мне это простят такую мелочь поставила пить вандочки будочку целогиночку и мое орхидейное дерево тоже пьет видите тоже в крапинку там у нас цветочки тут у нас цветочки а мы все равно опрыскиваемся витамарчик получаем витаминки так что сейчас мы маленечко здесь подсохнем и пойдем на место и быстро буду мыть ванну ладно у нас сегодня видео не про купание орхидей ну а кто хочет мне уже пора обрабатывать мои орхидейки профилактически препаратами от насекомых то есть от клещей пишите обязательно вместе с вами сделаем но в планах это уже у меня есть уже у нас весна наступает поэтому пора пора скоро открываем окна поэтому надо сделать орхидейкам профилактику смотрите как вандочка загорела на окне а вот насколько она выросла видно да светлая так быстро росла моя зайка вот у этой вон вандульки корешочки в разные стороны новенькие видите и с другой стороны у нас есть опять она как-то и вон там водички корешочки и у этой тоже все прекрасно может скоро скоро выдаст нам где-нибудь цветонос нигде не вижу ну ладно буточка вот так прекрасно растет тоже наращивает корешочки хотела ее отсюда пересадить она выпустила корешочки через сеточку поэтому не буду ее трогать пускай уж сидит так вот а мы с вами пойдем пересадим все-таки биг бен мне его жалко который сидит в перлите быстренько так быстренько его пересадим вы писали что вам его очень жалко и мне очень жалко душа не спокойно и не на месте я так не могу вот она наша красотка я ее чуть-чуть откопала сердце мое не каменное откопала посмотрела и поэтому решила пересадить все-таки я ее вынуть ее конечно отсюда не не будет сложного ничего потому что мы ее с вами недавно сажали но думаю что не стоит сажать такой субстрат слава богу корни еще не успели испортиться и сейчас я ее сполосну чуть-чуть хотя смотрите корешок раскукнулся и вот но не будем испытывать судьбу и посадим ее видите он до сих пор какой мокрый мокрый и тяжелый поэтому я не думаю что ей было бы здесь все-таки хорошо в итоге внизу чуть-чуть оставлю вот так вместе со флоркой все сполоснула нашу красавицу и быстренько сейчас ее посадим на дне так и оставлю чуть-чуть перлит из циафлоры и сюда опять порезала кору сама крупная фракция которая была и вот так вот чуть-чуть с добавлением мха мы ее с вами сейчас посадим расправим корешочки чуть-чуть по краям наверно чуть-чуть вот так вот ей сюда на данный момент он сухой под попку положим мха но он не находится прям под самой попкой просто под корешками все обсыпаем корой и так будет спокойно и мне и вам я видела как вы переживаете в комментариях запереживали заволновались и если честно у меня душа тоже была все эти дни не на месте поэтому не будем испытывать судьбу пускай будет все так как положено но и не думаю что можно пробовать его для посадки с орхидеями мне кажется хорошего из этого ничего не выйдет он очень тяжелый и воздух через него мне кажется будет очень тяжело проходить но это моё опять же мнение как уж оно было бы на самом деле теперь остается только догадываться но мы не будем с вами догадываться и не будем испытывать судьбу я думаю что я правильно все сделала что вернула ее в нормальную посадку сверху чуть-чуть приложу мхом все так она будет и дышать и хорошо расти и вот даже видно корешочки кое-где получилось и здесь видно это хорошо все сейчас поставлю ее попить и все поставлю ее в ее теперь горшочек чуть-чуть сверху увлажним мох чтобы она тут все сразу у нас хорошо легло как нам надо водичка у меня чуть-чуть свято марчиком м капельку когда мочишь сразу все получше утрамбовывается как тебе надо укладывается точней и ничего нигде не мешается все сейчас подержу минуточек наверное десять чтоб кора намокла и все этого предостаточно на сегодня все прошло у нас 10 минут хорошо намокла мог намок и все замечательно все все теперь моя душа спокойно всем пока а Субтитры сделал DimaTorzok